я буквально пять минут попросил бы в качестве водной значит чтоб сказать вообще наметить некий так сказать скелет нашего этого самого сегодняшнего исследования форма стоимости до миновой стоимости а вы уже будете как я понял то сказать подъем подробно начинают простой единичной случайной формы и так далее сначала я в общем то что у нас есть и перейдем он без этого не получится ну давайте тогда начинайте вы то еще чтобы говорить о форме стоимости и миновой стоимости нам надо повторить то что мы так сказать муках изрекли и что у нас получилось что не очень получилось во первых хочу сказать спасибо вам михаловичу за его так сказать потребительную стоимость что он обратил внимание я вас обладает потребительность я обратил внимание и еще слова благодарности услышать потому что на первых занятиях мы как-то это прошли и вот не вот эту двойственную форму поэтому не очень может быть и поняли товара и вообще ну то есть маркс пишет вот у нас что товар прежде всего это вещь и в ней вечный внешний предмет отсюда можем какой вывод сделать что первое прежде всего конечно он делает допущение значит в товаре есть что-то еще кроме того что это вечный предмет это раз и второе конечно мы можем так сказать но это мы должны вперед уйти понять что не только вещь конечно может быть товаром есть специфический товар так сказать рабочая сила вот который собственно говоря это как способность к трубе еще не является но начиная это материальное вообще понятие рабочие сейчас давайте попробуем разобраться во первых я конечно хотел бы все-таки уточнить потребительной стоимости все таки вы иван михалыч утверждаете что это вещи есть в принципе с одной стороны это так что потребительная стоимость это вещь но эта категория она у нас конкретно вводится когда это же не просто предмет потребления если мы всеобщее какое-то производство возьмем не конкретизированное мы будем говорить предмет потребления да он существует всегда и будет существовать всегда а вот если мы возьмем товар товар то мы должны понять что это с одной стороны маркс его рассматривать как потребительную стоимость с другой стороны как стоимость вот что тут как говорится у нас важно что отметить что что главенство это вообще почему потребительная стоимость марс и вообще вот этого назвал полезность вещи которые действительно не висит в воздухе полезность вещь это ее свойства и развивательное свойство сама вещь да это сама вещь это этой категории она вообще строго говоря имеет место быть только в товарном производстве потому что мы с ним воню натуральное производство конечно можем назвать потребительной стороны там присутствую иван михалыч давайте она конечно там присутствует но называть ее потребительной стоимостью нет никакого как бы значения потому что есть резон просить аксану владимирович а есть с вами в корне не соглашусь не товарное производство социалистическое коммунистическое оно основано на потребительно стоимосном законе понятно но вы пересказываете реально мы берем в натуральное хозяйство идем до того и до того было она может быть но стоит ли и так и надо называть еще такого потому что опять же есть два вас просто получается так что потребительная стоимость эта вещь правильно значит и товар эта вещь и предмет потребления все это одно и тоже тогда мы это берем очень абстрактные не как бы определяем вот давайте гегель оборотимся вот специально посмотрел что такое определение определение это качество в котором и который есть себе в простом нечто и находится в единстве с другим момента нечто в нем бытием то есть качество нам надо взять потребительную стоимость и стоимость и понять какое это из этих качеств удерживаются в изменениях да это не качество потребительность сама вещь на стоимость тогда что то же самое что стоимость это свойство товара так секундочку давайте все-таки понимать что товар вещь это товар прежде всего они потребительные Он же потребительная стоимость. Не только, он же и стоимость. Нет, он не он же и стоимость. А что ему? Стоимость его свойства. А потребительная стоимость? Это он сам. Самое товарное тело. Нет, сам товарное тело, я не спорю, что это товарное тело. Но опять же, если мы возьмем потребительную стоимость товара, рабочая сила, то это никакое не тело, а способность человека к труду. И поле тоже не тело, а материя существует в виде вещества и в виде полей. выработчики электроэнергии которая не тело чем же материальная давайте все-таки к первоисточнику электроэнергии это товар хотя это тоже не тело поэтому это материальная рабочая сила это материальное понятие способность чека к труду данных загарматери вот вещь вещь макс имеет виду подвищу внешне от человека предмет внешне не само его тело а что электроэнергия не вещь три на две вещи способность чека к труду это не вижу заряд мы сравнивали с зарядом электрическим что да не в этом я же делаю это допустим допустим но дело опять же не вот что товар то делаем товаром какое качество потребительная ли стоимость делать товар товаром если мы возьмем отдельно или стоимость делает товар товаром потребительная стоимость как вы правильно заметили не делает товар товаром правильно а вот стоимость делает товар товар то есть потребительная стоимость которая существует до товарного скажем производства и поэтому стоимость это не называет называть предметом потребления она существует до товара до товарного производства и будет существовать после него то есть натуральном хозяйстве. avons на нейтральном хозяйстве предмет потребления есть, а товара нет! правильно? Товара нет, а предмет потребления есть. Значит потребительную стоимость, если мы так договоримся, уравняйте предмет потребления, потребительzą стоитить, есть? Товара нет. А вот без стоимости товара быть не может. Это то свойство товара. Во первых, это не просто свойство, Это тоже материально, если вы хотите. Ну, в том смысле, если у вас способность человека к труду, то это материально, то общественные отношения людей – это тоже, в общем-то, материальный процесс. Это просто такой стоимость. Стоимость – это количество абстрактно-человеческого труда, заключенного в товаре. Во-первых, это не может быть количеством, потому что стоимость и величина стоимости – это разные вещи. Это величина стоимости, но стоимость, в первую очередь, зависит от формы общественных отношений. Начинается с чего? Начинается с того, что Маркс берет потребительную стоимость, она у нас материально представлена, правильно, потребительная стоимость, предмет, и берет меновую стоимость, то есть отношение одного предмета к другому, и только через эту меновую стоимость… А меновая стоимость – это что такое? А меновая стоимость – это то количество отношений, на которое один товар… Отношение, конечно. То есть одна потребительная стоимость, давайте так, обменивается на вторую потребительность. Отношение, да, один товар. Для этого потребительные стоимости должны быть разные, потому что обменивать вещи должны быть разные. Ну, вещи разные. Ну, вы же сказали, что потребительная стоимость – это вещь. Ну, в какой-то степени это так, в какой-то степени не совсем. Формально я согласен с вами, это вещь. Но для нашего рассмотрения, то, что сказать, ну, потребительная стоимость – вещь, и не уточнить, что делает вещь потребительной стоимостью, наверное, все-таки неправильно. Полезность. Не полезность. А потребительная стоимость – это вообще-то результат полезного труда. Вещь – результат полезного труда. Ну, вещь может быть результатом и не полезного труда, или вообще не результатом. Ну, это отдельный случай, но мы возьмем случай в том случае. Такая вещь, которая потребительная стоимость, это результат полезного труда. Результат полезного труда, да. Но, а вот стоимость, стоимость, ее на поверхности явления нет, правильно? Она суть всего этого общественного процесса. То есть, не будь стоимости, никакого товара не может быть. Это форма общественных отношений, да? Что такое стоимость? Стоимость? Стоимость, это по Марксу абстрактно-человеческий вкус и абстрактно-человеческого труда. Или вопрощенный, абстрактно-человеческий, который абстрагируется полностью от всякой его полезной стороны. То есть, если потребительная стоимость у нас выражает полезную стоимость товара, то стоимость абстрактная. И это очень важно, когда мы сейчас будем рассматривать двойственный характер труда и то, что мы в прошлый раз заспорили о производительной силе труда. Но это чуть-чуть позже. Давайте все-таки подумаем над темой, что у нас, в общем-то, есть. То есть главное в товарном производстве, то, что его определяет как товарное производство, это стоимость. Это те общественные отношения, в результате которых она возникает. Потому что никакого абстракта на человеческом труде в натуральном хозяйстве или при коммунизме говорить не приходится. То есть там не имеет значения, правильно? Мы возьмем коммунистическое, так сказать, от каждого способности, каждому по потребности. Там нет необходимости в обмене. Раз нет необходимости в обмене, на главную роль в производстве является распределение. То есть произвели какой-то общественный продукт и распределили его. Часть потратили на возобновление производительных сил, на сырье и так далее. А часть распределили между членами общества. По каким параметрам распределили? Ну, если это достаточно развитое, развитое. Владимир Владимирович, ваша мысль зашла далеко, а время у нас ограниченное. Давайте ближе. Ну, так давайте ближе к теме. Я считаю, что... Первое, вот могу выводы сделать. Стоимость есть определенное качество товарного производства, определяющее качество товарного производства, если могу. И обмен без стоимости невозможен. В товаре есть два противоположных момента. Это стоимость и потребительная стоимость. Это два полюса его товара. Третье. Потребительная стоимость без стоимости, в общем-то, перестает быть товаром. И наоборот. Ну, это понятно. Доказать вопрос. Или вот это повторяете? Я повторяю, потому что это у нас не... То есть, подзвучало, но потом мы много спорили же, помните, да? Вы очень напирали на то, что это вещь. Ну, возможно, это имело смысл, но у многих сложилось впечатление, что вот это потребительная стоимость вещь. Я опять же возвращаюсь. Категория потребительная стоимость – это понятие стоимости. Строго говоря, эта категория должна применяться, в общем-то, только для товарного производства. Если она, допустим, впоследствии... Мы говорим о том, что... Потребительная стоимость? Да. Вы говорили вот о законе потребительной стоимости. Ну, можно его так назвать. Но лучше слово «стоимость» выкинуть, потому что зачем она нужна? Просто закон потребления. Нет, ну, говорили о том, что потребительная стоимость – это, может, не очень удачный термин. Потому что здесь слово... Нет, это очень удачный термин для товарного производства. Это очень удачный. А потребительная стоимость, она была и до товарного производства, при первобытном коммунизме, когда люди для себя, для своей семьи изготавливали что? Была, но назвать ее потребительной стоимостью... Были полезные вещи. Были полезные вещи. Можно так говорить, помочь. Можно говорить, можно. И поднимательностаемостная теория, она создана, и она использует терминологию. Зачем вы ее говорите? Потому что она создана. Я не устраиваю. Вы круче Ельмеева, что ли? Я не круче Ельмеева, но Ельмеев. Позже Маркс писал, правильно? А если мы пойдем в дом Аркса, Маркс почему это вводит? Это можно использовать. Мы сейчас на Ельмеев обсуждаем. Ничего страшного. Но чтобы мы тут не путались, подождите, я хочу сказать, что стоимость в слое потребительная стоимость, в определении, есть два понятия, потребительная и стоимость, как сладкий чай. Потому что если мы возьмем потребительную... Потребительная стоимость – это отдельный термин, состоящий из двух слов. Оксана Владимирович, в котором стоимость сразу показывает, что потребительная стоимость не существует без стоимости в товарном производстве. Нет, это показывает совершенно другой термин. Это просто другой термин. Допустим, ну ладно, мы сейчас не будем о терминах говорить, я просто считаю, что для товарного производства стоимость, стоимость, которая, естественно, не существует без потребительной стоимости, имеет определяет значение, потому что именно стоимость и выражает те общественные отношения, которые заключаются в этом товарном производстве. Вынять эти отношения ни в какой стоимости и не будет. Вот, значит, в принципе, думаю, мы в каком-то консенсусе пришли, вот, поспорить мы любим, давайте тогда переведем то, что мы рассматривали на прошлом, занятия производительной силы труда и какие-то возникли у нас несколько разные, так скажем, ну тоже не совсем было понятно. Тут... Может, я не буду понять. Вам было плохо понятно, если уж по гамбургскому счету, я посчитал, что вы не очень, может, вы как-то специально запутывали нас? Вы меня решили спасти. Я решил вас спасти, а точнее решил, может, вам понятно, вы просто неправильно выразили это в понятии. Давайте, значит, так перейдем. Что вообще под производительной силой труда Маркс понимает? Во-первых, есть такое понятие, как общественное необходимое рабочее время, которое требуется для производства какой-либо потребительной стоимости. И вот мы тут сразу заметим, что это для производства не стоимости, а именно потребительной стоимости. Вот в чем, хотя бы, вроде как. То есть при наличии общественно нормальных условий производства, при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда. То есть мы можем сказать, что это данная величина относится к потребительной стоимости. Нету стоимости, она определяет величину стоимости. Она определяет, но не напрямую. Как же, как же? Ну, потому что, смотрите, у нас... Ну, правильно, она через форму стоимости. Через форму стоимости, потому что... Не непосредственно, а посредственно. Товары, в которых содержится равное количество труда и могут быть изготовлены в одинаковое количество времени, имеют одинаковую величину стоимости. То есть у нас есть какая-то общественная данная в обществе. А лишние ли вы сказали, имеют одинаковое количество труда и изготовленные за одинаковое время? Абстрактный труд определяется временем. Затрачено на него. Да, ну конкретно, нет, абстрактный он, в том-то и дело, что он как бы абстрактный, потому что он абстрагирован от всего, кроме того, что это затраты какого-то человеческого труда. То есть единственное, что... Он измеряется в времени. Времени ему можно измерить. Ну, то можно сказать количество, можно сказать время. А производительная сила труда влияет у нас на конкретный труд. Поэтому Маркс и вводит понятие абстрактно, как нам тут намекали в комментариях. Абстрактный человеческий труд. В общем, абстрактно у Макса. Я тут соглашусь с товарищами, что там у него написано абстрактно-человеческий труд. Ну, как модно. Короче. Короче можно АЧТ. Абстрактный труд. Можно и так. Можно бывает нечеловеческий труд. Ну, конечно, бывает нечеловеческий труд. Ну, в смысле, не бывает нечеловеческого труда. Нечеловеческий труд. Ну, это может... Называется материализованный, сгущается рабочее время, называется абстрактным. То есть труд, от которого остается только то, что это затрата человеческого организма. Затрата его сил, мыслительных, разных сил. А вот полезный труд, это труд, который связан с конкретной формой. И любое изменение, скажем так, производительной силы труда, которое зависит от средней умелости в обществе, от научно-технического прогресса, его применения в производстве. Вот что у нас, товарищ Путин, тут говорил о том, что в России ведь низкая производительность труда, причем не уточнял, какой в области. Ну ладно, Путину потом вернемся, перейдем. В целом, не вернемся, слушайте, бог с ним. Просто говорил, он с точки зрения Маркса, конечно, не правит. Вот. Может, конечно, с точки зрения Кудрина правит. Но опять, значит, давайте еще раз обозначим. Существует абстрактный труд, абстрактный, и существует конкретный, или, как Маркс его называет, полезный труд. Производительность или производительная сила труда влияет на полезный труд. И получается, какая ситуация? Почему? Связан. Она связана с этой стороной труда. С этой стороны труда. То есть у нас… Влияет и на вторую. Влияет на вторую. При увеличении, скажем так, производительности, производительной силы труда, за одно и то же время производится больше товаров. Соответственно, стоимость. А вот количество затраченного труда, вот человек работает 8 часов, да? Он что один учебник произвел, что 21, стоимость он произвел одно и то же. То есть абстрактный труд напрямую никак не зависит от производительной силы труда. Но через конкретный труд она уже влияет на количество произведенного товара. Александр Иванович, а вот если он не за счет повышения производительной силы труда, а за счет интенсификации своей работы произвел в два раза больше, быстрее бега, больше здоровья своего теряя. Да. А здесь тоже можно говорить о том, что стоимость упала от этого. Нет, стоимость никак не изменилась. Просто потому что стоимость, опять же, опять же, стоимость, то все, что касается конкретного труда. Не только производительной силы труда, но и интенсивность труда. То есть абстрактный труд, он измеряется только затраченным временем. А конкретный труд, он, наверное, еще измеряется интенсивностью, Виктор Иванович. Что вы скажете? Интенсивность? Вот труда больше затрачена, если я быстрее бегаю, это самое? Там различие идет между простым и сложным трудом. Между простым и сложным? А по интенсивности не различается? Я думаю, увеличивается стоимость. То есть повышение интенсивности расходуется рабочая сила больше, значит, для восстановления своей рабочей силы рабочему надо лечиться, надо больше питаться, надо как-то еще там чего-то, как-то компенсировать этот перерасход. То есть производительность труда, это снижение его трудоемкости. Снижение трудоемкости изготовления. Предводительность труда одной интенсивности труда, другую. Да, вот это вот надо различать очень четко, потому что у нас часто говорят предприниматели, хозяева, у вас низкая производительность труда, повышайте производительность труда. Повышение производительности труда, они имеют в виду не то, что мы вам дадим новую технику, мы лучше организуем труд, а вы давайте шевелитесь быстрее. Вот это поэтому очень существенный момент. То, что от интенсивности труда, стоимость вещи, хотя для капиталиста, конечно, она может меняться. Если мы говорим о стоимости, то стоимость действительно от интенсивности труда в таком смысле не зависит. Просто интенсивность труда, пока в первой главе вообще про нее ничего нет, а если мы дальше пойдем, там она есть. Но это просто когда капиталист, используя наемный труд, заставляя действительно, как может правильно сказал сейчас Виктор Иванович, это получается более сложный труд. Как это не более сложный? Если вы в два раза быстрее работаете, чем вы можете реально, то вы помрете через неделю. Это разве более сложный? Нет, это... Может даже он не более интенсивный. Через неделю, лет через 10, да? А через неделю... То есть это не общественно необходимое рабочее время, которое на стоимость влияет. Но если такие нормы интенсивности повышенные установятся по всем обществе, то это будет общественно необходимое рабочее время. Да-да, но если не устанавливаются они, тогда нет. Если кого-то конкретного заставили так, то тогда от этого конечно... Помните, вы говорили про раскладку инструментов, почему это не влияет на производительность труда? Именно поэтому... Это влияет на проект, но тут... Когда она в общественном... Ведь Маркс что говорит? Что общественно необходимое рабочее время, он приводит, что это среднее время. Среднее. При среднем способности. Может кто-то гений какой-то. Да, да. Это средний человек со средними способностями. Но только в газетах об этом писали и обменивались опытом. И поэтому передовые способы работы, они становились достоянием общества. Ну, когда они становятся достоянием общества. Но капиталист же как поступает? Если у него есть какое-то техническое устройство... Мы перескакиваем. Ну да, перескакиваем. Но если мы зашли в интенсивность... Нет специалистического производства. Нет, конечно. Ну, в товарном производстве, допустим, даже в товарном производстве, если у человека есть прял, кого больше ни у кого нет, то общественно необходимое рабочее время считается не по прялке, а по ручному качеству. Да, при котором работает подавляющая масса. Она работает в предсредних условиях производства. Давайте вернемся. Вот делаем вывод, что производительность труда – это категория, которая связана с полезным трудом, а стоимость – это категория, которая связана с абстрактным трудом. И они между собой, одно естественно, другое влияют, но не напрямую. То есть, проще говоря, стоимость – это в данных условиях, в данном обществе, при данном уровне развития – это нечто данное. Данная величина. И 8 часов труда, если мы берем несложный труд, а именно простой, ткача и 8 часов труда, ну, я не знаю, кого там, пекаря. Саня Ильич, вы очень многословно издагаете для того, чтобы пробежать коротко по мотигеалу. Многословно, я просто указываю то, что мы как бы не просмотрели. Вы тоже, извините, не страдаете краткостью, это не ваша сестра. Мы все посмотрели. Все это, вы ничего нового не сказали сейчас, по своему слову, что было. Ничего. Как-то ничего. Я вот на... Может быть, ну, я это привел по Марксу, как написано у Маркса, то, что абстрактный труд и полезный труд. Ну, и время идите от занятия, а ничего нового особо не говорить. Я понимаю, вы можете, конечно, как угодно считать, что я говорил. Это уже ваше личное отношение ко мне. Я не буду на это, на вашей провокации вестись. Не надо вестись, но вообще, говоря, ведущий кружка я... Ну, хорошо, давайте третий. Давайте коротко. Сколько вам еще времени надо для того, чтобы изражить? Трех минут вам хватит? Ну, в принципе, я могу только резюмировать. Вот все, что я сказал, это первое. То, что казалось потребительной стоимостью, надеюсь, мы это разобрали. И то, что касается производительной силы труда. Мы на втором занятии разобрали. А мы на втором занятии это разобрали. На втором не разобрали. Ну, ладно, потому что там вас не было, там не разобрали. Ну, если исходить из такой лойки, то да. Ну, что? Это только субъективизм, Никита. Ну, ладно. Субъективизм. Ну, вы не видели, иначе не разобрались. Ну, не присваивайтесь. Закончили искупление. Ладно, давайте тогда, значит, поехали по формам стоимости. Во-первых, вот если вы обратили внимание, там и речь идет вроде бы как о разных формах стоимости. И тем не менее, Граварит называется форма стоимости или миновая стоимость. Вот сколько форм-то у нас все-таки? В каком смысле? Ну, в прямом. Все, каменовая стоимость имеет форму. Простая? Ну, как? Есть форма. То есть, это разные еще формы. Нет, почему? Это метаморфозы одной единичной, так сказать, формы, которая первая прибыль. Что такое единичная форма? Ну, то есть, когда берется товар А, и в нем выражается стоимость товара Б, или наоборот, точнее, в стоимости товара Б выражается стоимость товара А. Это первая форма, да? Один товар выступает в качестве... Ну, это понятно. Значит, первая форма, что это единичная или случайная форма? Давайте ее рассмотрим. Нет, подождите, рассматривать. Прежде чем рассматривать, давайте вот так сказать, это форма, и она в дальнейшем развивается. И вот тут очень существенный еще такой момент, что вот эта форма миновой стоимости, она имеет два полюса в себе. Это относительная форма и эквивалентная форма. И вот эта форма, состоящая из двух полюсов, это как магнит, вот можно сказать, да? Вот магнит этот наш нарастает, и в нем всегда два этих полюса. И вот эта форма, она развивается. Развивается она по мере развития чего? Что здесь двигает? Не форма же сама по себе развивается, она не может сама по себе развиваться. Что у нас двигает развитие? Ну, развитие товарного производства двигает, но я думаю, нам надо формы сама рассмотреть. Что есть относительная и что есть к этому? Развитие, развитие товарного производства, оно двигается у нас. В чем выражается развитие товарного производства? Это не просто развитие производства, а именно развитие как товарного производства, как товарных отношений. Если вы... Вначале у нас имеет место случайный товарообмен, когда случайно обмениваются товары. Потом, по мере нарастания товара обмена, товар начинает обмениваться на многие товары Многие товары выступают в качестве уже эквивалента, немножко забегая вперед этого товара Потом из этого множества эквивалентов скрадывается один эквивалент Ну и на заключительном этапе, на высшей форме развития формы стоимости появляются деньги как всеобщий эквивалент товара Эти деньги, вот они по сей день сохранились, как высшая эквивалентная форма миновой стоимости Значит, что-нибудь я не то наговорил этого? Я слушаю, пока слушаю Парк, слушайте Я напомню известную мысль Энгельса, что историческое совпадает с логическим Вы сейчас сделали исторический эксурс, он совпадает с логическим Вот, и начинаем мы с простого, самого простого товарного производства С простой, случайной или единичной формы собственности Стоимости Стоимости Когда люди, вообще говоря, не являлись еще товаропроизводителями И не производили товары для обмена Мы вот приводили определение товара, как продукт, произведенный для обмена Но это характерно уже для развитого товарного производства Вообще, вот такое изначальное определение товара Это продукт, поступающий в обращении через обмен Который изначально мог быть и не произведен для товара обмена То есть люди чего-то делают для себя, они что-то имеют, но судьба их заставляет с кем-то обмениваться. И отсюда вот простая, единичная, случайная форма товара. Стоимость. Ой, это что такое стоимость? Тут, конечно, можно с вами поспорить, но ладно. А в чем суть? Ну, в том, что дело, что все-таки, скорее всего, случайная форма произошла из-за обмена одной общины и другой. То есть все-таки производство, потому что получается, что у вас обмен, ведь обмен, почему при товарном производстве такую роль играет, как вы не играли ранее, что он выступает как вообще некая форма, еще и распределения этого продукта, да? Ну, это мы пошли. То есть частные производители. Немножко в сторону. Ну да, немножко в сторону. Но исторически, наверное, все-таки правильно сказать, что... Значит, исторически будет правильно сказать, что... Товарное и производилось для обмена сначала. На начальной стадии производства товарного обмен на СИР простой, единичный, случайный характер, как и называется, первая наша простая форма стоимости. Значит, и вот ее, вот начиная форма стоимости, имеет... А логически, а логически, как то же самое сказать. То есть вы сейчас сказали и оба, скажем, как исторически возникает, все-таки исторически простая форма стоимости. А у Марса идет изложение все-таки логическое. А в логическом, ну, надо разобраться, что такое эквивалентное и что такое относительное. Нет, это потом уже дальше. Мы немного пропускаем некоторые важные звенья. Вот этот параграф, который мы сейчас разбираем, есть вступление. Там очень важно, так сказать, мысли сказаны. Вступление. Ну, конечно. Товары обладают... Ну, нет, очень важно. Марс с чего начинает? С чего вообще любой исследователь начинает? С того, что лежит на поверхности. Что лежит на поверхности? Денежная форма. На поверхности лежит меновая стоимость. А, ну, меновая, конечно. О которой мы говорили. Пропорция, в которой один товар, отместный, другой товар. За меновым отношением Марс напал на след стоимости, которую совершенно правильно сказали, не лежит на поверхности, до нее надо докопаться туда, в сущности. И когда Марс раскрыла стоимость, что такое стоимость, от нее уже идет обратное движение в форме стоимости. И он начинает исследовать в соответствии с логикой, диалектикой. С простейшего, это стоимостного отношения. А какое простейшее стоимостное отношение? Простое. Простое. Что значит? Случайно. Это название. Чего к чему? Один товар. Совершенно верно. Отношение одного к другому. И все. По одному товару. А дальше уже исторически все прекрасно объяснили. По одному товару. И между общиной возникал обмен. И там один товар на другой. И вот это одно отношение одного товара к другому стоимостному отношению. Есть простая форма стоимости. И вот дальше он ее исследует. Пожалуйста. Ну, давайте. Иван Михайлович, вы или кто-то еще, может? Я. Давайте начните. Что важно понимать, что один товар выступает в качестве относительной формы, а другой в качестве эквивалентной. То есть, то, что мы сейчас рассматривали. С одной стороны, товар как продукт полезного труда выступает в своей относительной форме. Он как потребительная стоимость выступает. Вот. Это какой товар выступает? Это относительная форма. Относительная форма. То есть, первый. То есть, товар А, который мы оцениваем в товаре Б. Он никак. А вот? Никак потребительная стоимость. А как что? В качестве потребительной стоимости выступает товар Б. Это еще не в качестве потребителя. Ну, то есть, полезный. У нас есть полезный товар, да? Какой-то. Товар, ну, книга, допустим. Который мы обмениваем на какую-то пропорцию ручек. На 10 ручек. На 10 ручек. Значит, что нам важно? Что это потребительная стоимость. Она по условиям, естественно, товарного производства должна быть произведена для других. И должна выразиться. Нет. На этой стадии не надо произвести. Она у вас есть. Мы рассматриваем. Нет, ну, ладно. Она есть, допустим. Мы рассматриваем уже стоимостное отношение. Стоимостное. То есть, двух товаров. Двух товаров. Уже ушло потребительная стоимость. Пока время ушло. Стоимостное отношение. То есть, одна книга равна. В одном труде, да. Заключен тот же сгусток. То есть, абстрактный человеческий труд заключенный. Абстрактный труд, допустим, заключенный в книге и в 10 ручках. Это равенство. Ну, это их количество равенства. А вот качественно, они должны, вообще-то, разные вещи выражать. Они являются по единичной случайной форме. Вот эти виновые стоимости, вот это вот равенство заключенного труда, оно не должно соблюдаться. Оно не в смысле соблюдается. Один в одной форме состоит, а другой его в зеркало отражает. Эквивалентно. Эквивалентно. Заключает в себя именно абстрактный труд, да? То есть, стоимость. А первый товар, он существует в качестве потребительной стоимости. Наоборот. Наоборот, да. Это сам. Нет, потребительная стоимость товара B выступает как эквивалент. Значит, как вот здесь можно эту аналогию? Потребительная. Это эквивалент. Да. Потому что никак по-другому. Тот материал, в котором изменяется стоимость этого товара. Стоимость этого товара. Стоимость этого товара. И потребительная. Значит, вот тут как можно себе представить? Вот почему не эквивалентны товары, стоящие с двух сторон? Вроде бы здесь равенство математическое, да? А товара, X товара B, X товара A равняется Y товара B. На самом деле это равенство, его перевертывать нельзя. И почему? Потому что разные, с разных сторон здесь рассматриваются. Вот скажем, у меня есть капитал, вот эта книжка, книга, книга. И у меня возгорелась душа в полночь. Не надо чего-то. Вот я беру эту книгу и иду искать потребительную стоимость, которая мою душу благотворит. На улицу иду, на темную. И вот, значит, эта книга, потребительная стоимость этой книги меня абсолютно в данный момент не ворнует. Меня ворнует лишь одно. Я ее на пол-литра или на литр смогу обменять. А вот там для меня потребительная стоимость. И пол-литра, это не то же самое, что потребительная стоимость, что у литра. У литра выше потребительная стоимость. Так что вы в чем выражаетесь? В литрах или в книгах? Вот, да, а вот я меняю книгу на литры. Книгу на литры. Значит, вас интересует что? Книга, она имеет какую-то стоимость, наверное, но меня интересует, меня она не интересует. Я здесь активный, как так сказать, этот товар, он активен, имеющий относительную форму стоимости. А тот товар мы обмениваем. Здесь нет ни покупателя, ни подосовка. Есть обмен. Обмен. Значит, но я активный. Процесс обмена будет дальше. Да, процесс обмена дальше. Значит, я тут выступаю. Это товар в относительной форме. Он активный. Он ищет потребительную стоимость. Где? А потребительная стоимость, человек, значит, которого тут есть, он ходит такой равнодушный, значит. Он здесь пассивный. Он эквивалент. То есть, его, значит, я даю эту книгу, дает эквивалент. То есть, здесь вот измеряется, у него интересует меня потребительная стоимость. А у меня, так сказать, стоимость этой книги, еще раз, меня здесь не интересует ни потребительная стоимость, ни стоимость. Меня интересует здесь одно. На какое количество другого товара я могу эту книгу сменить. Вот и все. Вот. И вот здесь, поэтому, здесь вот с разных точек зрения, этот обмен не эквивалентен. Но это вот здесь существенно. На самом деле, не вот эти товары, допустим, у человека, наоборот, у него дома самогонный аппарат стоит, а он возжирает читать Маркса. Тогда он, наоборот, берет там что-то, как уже относительную стоимость, и бежит к нам сюда. Вот кто-нибудь мне не продаст ли, вот у вас тут книжек много лежит на столе, вот продайте мне одну. Меня очень интересует ее потребительная стоимость. А вот стоимость того, что у меня есть, потребительная стоимость, это мне не нужно. Мне это дома залейся, это для меня не потребительная стоимость. Это непонятно что. Извините, переводил вас опять в историческую эту самую. Ваш пример с самогоном и с лигой? Это не историческое, это пример, это пример. Потому что Маркс называет, а товар, каждый из этих товаров, и по Марксу здесь и Хорст, и Сюртук, он может выступать и в том, и в другом качестве. Но тем не менее, с точки зрения продавца и покупателя, так сказать, обменивающихся сторон, для того, кто владеет Хорстом, для него Хорст, для него Сюртук это потребительная стоимость, на которую он обменивает Хорст, который для него потребительной стоимостью не обладает, ему этот Хорст не нужен, он его вынес на обмен. А наоборот, для Сюртучника, для портного, для него Сюртук не обладает потребительной стоимостью, он его вынес на обмен и обменивает с Хорстом. То есть, и здесь вот, поэтому отсюда вот неравенство вот этого... Вы с какой стороны посмотрите, что и будет. С одного, и там, и там, и там, и там, и там, и там, и там эквивалент для одного и другого. Свойство товара, это вот относительно эквивалентная форма товара, это не есть свойство товара какого-то, пока мы пока, по крайней мере, к этому не подошли, потом мы увидим, что будет у нас товар, который всеобщий эквивалент, но это будет потом. А при единичной, случайной форме обмена, у нас либо так, у нас тот и другой товар может быть... Хотите сказать, что это какие-то принципиальные есть отличия у единичной, у развернутой формы? В качестве эквивалента есть, отличия есть. То есть, что-то там не эквивалент? Нет, отличия, конечно, есть. Нет, отличия есть, потому что, когда мы увидим эквивалентную форму, мы увидим, что там из числа товаров при развитом уже товарном производстве имеется уже такой товар, который стал всеобщим эквивалентом. Это уже вот свойство, благодаря каким-то своим свойствам, один товар стал всеобщим эквивалентом. Он уже не равен другим товарам, в принципе, по самой своей сути. Его признали за всеобщий эквивалент. При простом и единичном, случайном обмене такого нет. Там все товары, они, так сказать, как я понял, они равны. Это инвариантно по отношению к товару, так сказать, быть ему эквивалентным. Они, чтобы быть равны, должны быть сведены к чему-то общему. Но они сведены к чему-то общему. Правильно? Равны. А чтобы пропорция этих стоимостей была равна, значит, должен быть на них затрачен условно равное рабочее время. Это здесь пока об этом не говорится. Об этом говорилось раньше. Но то, что мы говорили, вы про стоимости мер, помните, говорили, да? Нет, простой, случайный обмен, он подразумевает, что в зависимости от ситуации не обязано соблюдаться равенство стоимостей. Не обязательно товары обмениваются по стоимостям в данной ситуации. Ну а что нам для… Значит, мы опять убегаем вперед, на мой взгляд. Вернемся к исходному. Что мы рассматриваем? Простую форму стоимости. Да, простая, единичная. Какое-то количество товара А равняется какому-то количеству товара В. В каждом конкретном случае, как я понимаю. Мы берем абстракцию, берем одну абстракцию форму стоимости. Конечно, там равенство, значит, равны стоимости. Давайте мы пробегаем вперед, на мой взгляд. Может, обратно поем? Не обратно. Ну, кстати, да, есть такое движение, вернуться назад, чтобы пойти вперед. Как метод бульдозера. Так мы должны рассмотреть вот эту простую форму стоимости. Ну, давайте на примере. Одна книга равна… Трем ручкам. Трем ручкам, не будем двум бутылкам водки. Не надо, это не наш метод. Тем более, самогон какой-то. Она впустилась. Значит, давайте ее проанализируем. То есть, товар А, или в нашем примере книга, выражает свою стоимость в трех ручках. А три ручки являются материалом для выражения стоимости книги. Это пассивная роль у них. Почему пассивная? Вот вы убегаете вперед. Мы еще не сказали. Следовательно, книга товара является, ну, выполняет активную роль, а ручки – пассивную роль. Пассивную роль. Или книга находится в относительной форме стоимости, соответственно, ручки – в эквивалентной форме стоимости. Вот, что мы пропустили. А теперь мы можем делать выводы. Как требуется, так сказать, диалектика и Марс, который творчески применил диалектику наукологики Гегеля. То есть, один товар находится в относительной форме, другой – в эквивалентной форме. Это два полюса одной и той же простой формы стоимости, которую мы рассматриваем. Я бы здесь обратил ваше внимание на два обстоятельства. Первое. Вот Маркс их называет моментами. Давайте вернемся к первоисточнику, к тому фундаменту, на котором стоит капитал Маркса, Гегеля. Что такое моменты? Это два противоположных движения в одном. Может быть, один момент? Нет. То есть, только вырвать, но это будет не момент. Их два всегда. Причем они противоположные. И вот здесь получается. То же самое, так сказать, творческое применение. Мы используем термин полюса, но тут, конечно, это моменты. Моменты, но он там и пишет. Это нераздельные моменты. А, ну, да, да. Нераздельные моменты. И второй вывод. Как стоимость? Ведь, если мы поменяем местами, три ручки равны одной книге. Они поменяются. Поменяются. Поменяем местами, только роли. Моменты. Роли этих, да. Да. Товар. Да. А вот дальше уже, дальше уже, так сказать, Маркс рассматривает по отдельности эти два момента, хотя они не раздельны. И затем рассматривает их, как единственное, как целое. Вот можно дальше идти. А вот тут еще, так сказать, хотелось бы зачитать. Итак, посредством стоимостного отношения натуральная форма товара B, натуральная форма товара B, потребительная стоимость, становится формой стоимости товара A. И литера товара B становится зеркалом стоимости товара A. Товар A, ну, Маркс, правда, не взрослый. Товар A, относясь к товару B, как стоимостной против, то есть вот товар B, стоимостная против, как материализации человеческого труда, делает потребительную стоимость B материалом для выражения своей собственной стоимости. Стоимость товара A, выраженная таким образом, потребительной стоимости товара B, обладает формой относительной стоимости. Вот ключевое положение. Следующее вы прочитали совершенно верно, Иван Михайлович. Читать умею. Нет, и к месту надо читать. А вот теперь мы можем несколько, как вы любите, надо потоптаться на этом месте, бороться с теми. В том числе вернуться к тому, о чем говорил Александр Владимирович, что товар на производстве стоимости, она может непосредственно выражаться вообще в затратах человеческого труда, в количестве, в каких-то часах рабочего времени. Нет. Нет, не может. Она может делать это опосредованно. Вот таким образом, как сказал Иван Михайлович. То есть стоимость товара A, в данном случае стоимость книги, она измеряется в ручках потребительной стоимости товара, находящегося в эквивалентной форме. То есть в ручках. То есть потребительная стоимость эквивалента является материалом для выражения стоимости товара A, в данном случае книги. Ну и это мы можем сказать, что это самое, если мы вот это... Если дальше мы начнем раскручивать... То придем к денежной форме спокойно. Да погодите вы... Я понимаю, что из нас присутствующих, Александр Владимирович, Иван Михайлович, уже прочитали много и все, торопятся. Давайте еще раз не потопчемся, а пойдем потихонечку дальше. Значит, первый вывод, который здесь сделан, что книга или товар А выражает свою стоимость в потребительной стоимости товара, находясь на эквиваленте. Или наоборот, посмотрим на это же простое отношение. То есть, потребительная стоимость товара В трех ручек является материалом для выражения стоимости товара А. А вот дальше вернемся к тому, чему вы посвятили свое вступление. Двойственного характера труда. А почему товар имеет двойственный характер? Потому что он с одной стороны. Потому что труд заключенный в товаре также носит двойственный характер, как полезный труд. Полезный труд, я абстракт. Создает потребительную стоимость и абстрактный человеческий труд является источником стоимости. Следовательно, что мы имеем в этой простой форме, точнее, в единстве относительно и эквивалентной форме стоимости? Ну, а вообще, какое-то количество конкретный труд выражается в какое-то количество конкретного труда, служит выразителем движения абстрактного труда. А если еще дальше сюда копнуть, в основе деления, так сказать, товарно-производства на страхный и конкретный товарно-производство, это есть или нет, труда на частный и общественный. Там-то дальше написано. То есть, это, опять же, возвращаясь в стоимость, это и есть общественные отношения. И это-то понятно, само собой. Мы сейчас рассматриваем, мы вставляемся в эту простую форму стоимости. Виктор Ильич, а конкретный абстрактный труд, это, можно сказать, что это моменты труда? В сторону, да, моменты одного труда. Товарно-производство. Товарно-производство. Конечно, конечно, нет товарного производства. А вот когда не будет товарного производства, или когда его не было, тогда не было абстрактного труда. Не было. Абстрактного труда и что-то другое. Каждый труд был конкретен, и человек, создавав потребительную стоимость, не было в нем неабкретно. То есть, абстрактный труд – это вообще расчетная единица для определения стоимости в каком-то смысле. Одна из форм. Одна из форм чего? Вот в будущем коммунистическом обществе… Абстрактного труда не было. Ну что, остается определение стоимости в известном смысле? Ну как, если расстроиться на предыдущем, конечно, остается. Но не всегда. С точки зрения того, что общество должно учитывать, сколько труда им нужно потратить на производство таких потребительных стоимостей, сколько на производство таких потребительных стоимостей. То есть, учет должен. Но это не обмен между частными производителями. Конечно, нет. И там они будут обменами. То есть, затраты, если обществу необходимо… И точно так же сложный труд будет приводиться к простому труду, да? Ну это… Ну это… У вас, конечно, будет. В другой форме. То есть, будет, так сказать, в человеке часах простого труда будет измеряться, так сказать, трудозатраты на изготовление вещи. То есть, потребительные в необходимости, потому что, ну можно человека, так сказать, если нужно это для общества, корень за сколько это будет человека часов затрачено, если это необходимо. То есть, тут непосредственно… Так, товарищ, Сергей Викторович пришел у нас. Вы готовились, да? Да, ничего. Вводя, докладывайте. Я прочитал. Ну так ладно, мы уже, в принципе, без вас вместе. Вот только мы сначала. Но сначала? Нет, зачем? Не сначала, а смена… Вот тут дело в том, что вот эта простая или единичная форма стоимости – это случайная, а это сложное очень понятие. Вот в ней, так сказать, вот в этом простом понятии мы из него будем разворачивать потом более сложное. Если разворачивать нам будет уже проще, если мы поймем вот эту вот форму стоимости простую. Поэтому вот у нас параграф Б, ну не параграф, я не знаю, как там, подпункт – количественная определенность относительной формы стоимости. Вот вы можете еще и тут сказать по этому поводу, Сергей Викторович? Вот пусть сначала, говорит, вы так не настроиться просто. Ну, это говорит, как готовится. Нет, давайте сначала с простой, единичной, случайной. Сначала этого третьего поражать. Плохо, что он, конечно, первое не слушает. Ну, вот тут Маркс приводит формулу «x товара А равно y товара Б». Собственно, эта формула показывает, что в этой формуле товар, стоящий слева, выражает свою стоимость в товарном, в потребительной стоимости «b», то есть товара «b». например, один «sirtuk». Это получается с количеством тут уже раз «x товара». А, хотя про количество будет позже, но здесь уже в формуле оно стоит. Ну, а так, без количества ведь. Ну ладно, да. Какая-то потребительная стоимость? Ну ладно, да. Потребительная стоимость, она немыслимо без количественного выражения. Есть две потребительных стоимости, правильно? Сиртук там и ярше. Две потребительных стоимости и одна из них, стоящая слева в этой формуле, выражает свою стоимость через второй товар, через его потребительную стоимость. Это то, что стоит слева, это給ute потребительная стоимость? Ну, не важно даже где она… Это совершенно разные вещи. Это потребительная стоимость и стоимость. Это товар, который выражает свою стоимость посредством товара B, посредством потребительной стоимости B. То есть потребительная стоимость, которая выражает что-то другое, а не потребительная стоимость. То есть есть две потребительных стоимости. Она выражает стоимость первого товара, стоящего слева. То есть не потребительная его стоимость, правильно? А именно стоимость первого товара, да. Но выражает в чем? Потребительная стоимость товара B выражает стоимость товара A. А что общего в этих двух товарах? То, что они товары. Это понятно. Употребительные стоимости разные, а вот стоимость... Ну, это вы опять про то, что в них вложен... Не по потребительным стоимостям они сравниваются между собой. Первый товар, он не имеет... Для вас... Нет, я и говорю, что здесь нет употребительных стоимости. Здесь выражается, в уравнении выражается его стоимость, а не его потребительная стоимость выражается. Но его стоимость выражается... В потребительной стоимости товара. Вот. А почему? Судьба такая. Ну, потому что здесь это такая начальная, так сказать, форма обмена, когда обмен происходит случайно, почему он так и называется? А если бы он не случайно происходил? Ну, не случайно, это было бы уже тогда, значит... Просто я к тому, стоимость-то как вот можно померить, в чем... Она дальше становится не случайно. Значит, не случайно. То есть стоимость одного выражается в потребительной стоимости другого. Замеряется. Ну, это эквивалент. Эквивалент. Эквивалент стоимости товара. И в этом плане, вот да, он эквивалент. Товар, который у нас обозначен слева, он находится в относительной форме стоимости. А товар, стоящий в уравнении справа, он является эквивалентной формой стоимости. То есть, относительная форма стоимости – это когда стоимость товара выражается в каком-то другом товаре. А эквивалентная – это когда этот товар выражает стоимость... Является материалом для выражения стоимости другого товара. Здесь можно немножко умственно схитрить и так в уме держать, что в дальнейшем эквивалентная форма стоимости разовьется до денег. Вот это деньги. Эквивалентная форма стоимости. Поэтому здесь вот как... Чтобы просто так понимать это самое, что вот это эквивалентно, да? Хотя можно... Но деньги тоже там заранее не желать. Не желать. Ну, в общем, можно. Денег есть специфическая особенность. За них убивают. А на сентуке нет. В этом уравнении роль этих товаров совсем разная. Но, в принципе, если нам нужно будет наоборот выразить стоимость товара B в потребительной стоимости товара A, то переворачиваем уравнение. И при этом товар B становится в относительной форме стоимости, а товар A становится эквивалентной форме. Сергей Владимирович, не поколебать. Ваши вопросы? Нет, ну просто не в этом смысле, что там было. Сергей Викторович, все правильно говорит. Правильно, он ждет вперед, как танк. Не бульдозер, не бульдозер. Так что-то еще можно сказать? Тут много чего есть сказать. Насчет чего? Насчет вот простой единичной формы. Вот например, что он может сказать про количественную определенность относительной формы стоимости? Так, тут Маркса тоже на несколько рядов это все повторяет. Тут количество МООН еще далеко куда. А, вы еще? Ну давайте. Нет, ну естественно, вот в этом уравнении простой единичной формы стоимости нужно понимать, что раз мы уравниваем два товара, то это значит, что в них есть что-то такое, на основе чего их вообще можно уравнять. Вот, а насчет количества, ну то есть это значит, у них есть какая-то одна природа, а количественная, это понятно, что... Так что, это правда уже мы выбили, это стоимость. Лучше еще бы гадаете то, что вот... Ну вот тут это повторяет, в том, что есть какая-то... Ну это стоимость, правильно? То, что не то, что не то, что? Да. Ну это вот заключенный в них веществленный труд. Какой труд? Ну абстрактно-человеческий труд, да. То есть труд, лишенный какой-то либо конкретики? Да. А в потребительной стоимости, которая существует... Вот. В смысле, в потребительной стоимости конкретный труд человеческий. То есть тут получается, что тут сравнится два вида труда, да? Ну это опять вопрос о двойственности природы. Ну просто я... Нет, это вот, кстати, практическое значение имеет, а как вот оценить сложность труда, как вот определить... Мы вот говорили на прошлом занятии, как вот определить масштабный коэффициент о сложности труда. Мы же говорили, что сложный труд, это простой труд, да, он нужный на некий коэффициент. Некий коэффициент. Да, вот откуда вот этот коэффициент взять? Мне кажется, что он... Ну... Нет, откуда его и не взять. Как ни откуда не взять? Вот прям высчитать его математически, я вот... Пока, наверное, наука на это не способна. Ну а как же? Это очень просто. Энергии вот каждого человека в прошлом, в будущем, вот непосредственно во время труда. Николай Михайлович, то есть и меры какие-то уходите. Ну вот, подождите, вот простой труд... Вот, допустим, мы говорили на прошлом занятии, что портной шьющий суртук на суртук затрачивает пять часов. А ткач, чей труд, в принципе, можно считать простым трудом, он на эти двадцать аршин хорста затрачивает, допустим, десять часов, в два раза больше. Вот отсюда можно сделать вывод, что труд портного, вот он в два раза, коэффициент здесь два, то есть он один час работы портного содержит в два часа абстрактного простого человеческого труда. Ну да можно, но как вы это, для этого вы должны быть уверены, что... Да нет, так именно по стоимостям, для обмена. Тяготеют по стоимостям. Вот мне вот не очень понятно, откуда вот как раз вот на рынке-то, когда имеется большое количество актов обмена, вот при этом их соотношение тяготеет вот этой стоимости. А при случайной, единичной форме обмена, вот мне не очень понятно, тут и соотношение случайное, это зависит от того, насколько вам нужен, насколько вас приперлый этот сюртук, займите. Ну это тогда не обмен по стоимости. В данном вопросе вот мы сейчас рассматриваем абстракцию, научную абстракцию, простая форма стоимости, а вы всё время пытаетесь приземлиться. Но их единичная или случайная? Да, единичная, она называется, через запятую. Простая, ну дальше-то единичная, случайная. Но первое слово, какое? Простая. Так она тема простая, что не было товарообмена развитого, а вот человеку что-то понадобилось, он отберёт что-то, что у него есть. Научная абстракция у Марса, что количество труда заложено в товаре А, или книга наша, например, равного количеству товара заложено в трёх ручках. Зачем там случайно это слово писать? По случайному обмене там что угодно может быть. Потому что Марс рассматривает и логически, и исторически. Это совпадает в основе своей. С чего начинает история? С того начинает ход мысли, как говорил Энгельс. Значит, смех, смех, мы на сто минуты остались. Мы разобрались, сложный вопрос. Разобрались? Там что Марс написал? Что самое сложное здесь? Это вот простая форма стоимости. Да, да. Потому что её нельзя сказать, что мы её разобрали. Разобрали. Не до конца. Не разобрали мы её до конца. А что ещё нужно разобрать? Простая форма стоимости в целом. Простая форма стоимости в целом. То есть, по тексту мы где-то процентов 50 разобрали. Простой. По тексту мы и 25-то не разобрали. Мы же не читаем его, правильно? Моё предложение очень простое. Вот мы начнём с простой формы стоимости, но эквивалентную. Я хочу ещё раз всем посмотреть. Особенности эквивалентной формы, когда потребительная стоимость товара А является материалом для выражения стоимости товара А раз, конкретный труд является выражением абстрактного труда, а частный труд является выражением общественного труда. То, что я, так сказать, европа по головам пробежал, ещё раз внимательно почитать. И затем сделать вывод. Простая форма стоимости в целом. И дальше закончить этот параграф. Развернутой формой стоимости, всеобщей. Дойдём до денежной. Я думаю, за час нам хватит. Можно и быстрее врать? Нет, быстрее не надо. Ну, судя по тому, что мы сейчас достаточно позавторно разобрали. То есть, до третьей, да? Все возможности, да. Нет, ну я думаю, что надо всё-таки прочитать до конца главу. Ну, это естественно. Прочитать-то можно хоть и весь. Все ответовым это не было. Да, Варь, ну это не так просто за две недели сделать. Мы закончим. Параграф. Значит, 29-го мы встречаемся. Нет отказников, да, новогодних? Нет, я думаю, встретимся. Пожалуйста. И первую главу надеюсь. Замечательно было. Ну, там в товар на фетежил бы останется только. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...